Итак, начнем с того момента, когда все создавалось. Я много раз задавала вопрос, для чего все это создавалось, но ответа не поступало. И когда я в итоге настояла, мне сказали, что это настолько высокочастотная информация, что если даже крупинка ее попадет в материальную вселенную, то вселенная может схлопнуться. То есть замысел Творца неизвестен никому. И я говорю, даже вам, то есть тем, кто со мной разговаривал, они говорят, даже нам, на том уровне, на котором мы находимся. Я говорю, хорошо, я хочу знать, на каком уровне я могу это узнать. И мне сказали, когда ты будешь в нематериальном теле. Я говорю, а если я опускаюсь в материальное, он говорит, то ты забываешь об этом. Вот поэтому, когда люди всегда говорили о том, что Бог создал это для того, чтобы через нас познать себя. Ну, друзья мои, вот подумайте сами, вообще логично это или нет. Бог, который создал нам, зачем ему себя познавать? Если вы из пластилина слепили человека, познаете ли вы себя через вот эту вот пластилиновую фигуру? Ну, вот по аналогии примерно очень похоже. Приступим. Итак, значит, условно, да, вот здесь вот божественное пространство, вот человек, его душа, человек, его тело, его душа, его дух. И вот здесь божественное, все остальное божественное пространство. Видите? Нет, вот никакого препятствия между Богом и человеком. И нужно понимать, что человек – это продолжение Бога, просто уплотненная структура, субстанция, скажем так. И условно, да, вот есть то, что Бог отделил для того, чтобы материализовать. Он создал из себя же самого, создал высшие сущности, да. И они создавали, и эти высшие сущности создавали все, что мы видим, и все, что мы не видим. Вот из этой энергии, которую Бог отделил для того, чтобы материализовать. Мы к этой энергии подойдем, и в конце я расскажу об энергии реализации. Это именно об этом. И вот уже для этих высших сущностей отделенной энергии, и они уже создавали светлых, серых, темных, да. Вот так и напишем. Светлые, серые, темные. Вот смотрите, да. Понятно, что тут есть еще иерархия между теми сущностями, которые созданы. То есть тут по структурам много всего чего. И нам это сейчас неинтересно. То есть находясь в теле, вот в эти структуры мы не попадаем. Только если мы сидим где-то там в пещере, медитируем, и далеко от то, что мы уже совершенно на других ребрации. И вот, значит, созданы светлые, серые, темные. Из этой же энергии, из которой создано все, создано два типа душ. Это земляне и это пришельцы. Название условное. То есть понятно, что вот энергия одна и та же. Другой вопрос, что вы можете, значит, взять пластилин и слепить из него машинку, а можете слепить ведерко, да. И вот земляне условно, условно, да, это просто те души, которые всегда воплощаются на планете Земля. Условно, пришельцы – это те души, которые могут воплощаться на других планетах Вселенной. Все, разница только в этом. Если мы имеем в виду, то есть квантовую составляющую. Но, смотрите, в чем разница между землянами и пришельцами и как их развлечить? Вот земляне, они всегда о земном. Они всегда заработают денег, у них всегда построить дом, купить машину, устроить детей, получить какую-то должность. Деньги земное, у них там, значит, свои какие-то огороды, свои какие-то земные достижения. Вот у них все про это. Что касается пришельцев. Зачем я родился? Какое мое предназначение? Чем мне в жизни заниматься? А на какой бы еще тренинг мне сходить, чтобы повысить мою частотность? А чтобы мне еще какую-то книжку прочитать, которая будет меня развивать? Вот эти все вопросы и вопросы, и вопросы. И они мучают пришельцы до конца его жизни. Если он не начал по-настоящему искать это. Искать не начал по-настоящему в духовном плане. Понимаете? Вот в чем разница между землянами и пришельцами. И есть еще такой момент. Вот раньше пришельцев приходило не так много, как сейчас. Сейчас на планете Земля идет очень сильная трансформация, очень сильные изменения. И души приходят получать опыт. Это очень мощный опыт. Очень хорошая возможность для развития. Я призываю вас всех, раз уж вы воплотились сюда, не упустите эту возможность. И вот если раньше пришельцы приходили... Ну вот, в общем, приходит, например, какой-нибудь гений, тот же Гёте, например, да. Он приходит с женой для того, чтобы они вместе встретились и родили детей. Вот потом мы сейчас будем говорить об договорах, и я расскажу о том, как эти договоры заключаются. Сейчас мы туда вернемся. Но пока о пришельцах. И, значит, соответственно, по договорам там все четко выверено, что они встретятся, что они родят детей. Их было реально мало. Это были вот звездочки. Поэты, писатели какие-то, сильные маги, которые могли менять историю, могли менять вот серые кардиналы, то есть тоже Решилье, да. Вот это от таких... Они были как хорошими, так и плохими, да, условно, скажем, гениями. Вот. Но сейчас пришельцев очень много. И они очень похожи на землян. И земляне сейчас очень похожи на пришельцев. Потому что очень много информации, и каждый человек имеет доступ к ней. Раньше вот духовная информация, например, вот тут, про которую я говорю, она передавалась от мастера к ученику, и выбирали. Не всем это возможно было давать. А здесь сейчас эта информация в открытом доступе, и может получить ее любовь. Так вот, сейчас очень много землян и пришельцев. И они очень часто, ну, во-первых, пришельцы, да, живут совершенно другой жизнью, чем жили раньше. И они забывают, зачем они пришли. И совершенно забывают про договоры. И вот пришельцы очень часто соединяются в браке, ну, в союзе, не люблю это слово, с землянами. И у них не, как правило, не рождаются дети. Рождаются дети, когда? Когда пришел очень сильный пришелец, и он порвет вот этот вот договор, земной закон о том, что между землянами и пришельцами не должно быть, не должно рождаться детей. Что у них с ними, в союзе с ними не должно рождаться дети. Или, то есть, если пришелец очень сильно хочет. И тогда он просто это очень сильно на ментале. Третий вариант еще есть, кстати, это когда к этому пришельцу должен прийти, должна прийти душа, должен прийти ребенок, да, и уже пришло время, и тут уже сам этот ребенок, вот эта высокочастотная душа договаривается с пространством, с законом Земли о том, что он вот это вот нарушит, да, вот этот запрет, что не должно быть, и воплотиться. И тогда Земля разрешает эту планету Земля, потому что тело человека строится из эфира, из тонких тел планеты Земля. Физическое тело человека строится из эфира планеты Земля. Вот что касается землян и пришельцев. Вот сюда же с пришельцами и с землянами. Вот вы знаете, раньше же не было УЗИ совершенно, и не знали всех вещей. А пришельцы, они другие, они даже на физике другие. Вот, например, у меня у всей семьи перегиб желчного пузыря. Для чего? А для того, чтобы не ели. У нас просто в семье очень вкусно готовят и любят то есть. И вот эти вот жареные бирюши, жареные пирожки, блины, пироги. Понимаете, это же все не есть хорошо. И это не та еда, которая повышает по вибрациям. Она, наоборот, занижает. И через эту еду как раз-таки система занижает нас по вибрациям наше сознание. Мы отупляемся. Картошка – продукт отупления. Помидоры – продукт тклене. И в зависимости от того, что вы кушаете, соответственно, те вибрации мы состоим из тех книг, которые читаем, из тех песен, которые слышим, и из той еды, которую мы едим. И вот у нашей семьи, где любят вкусно готовить и вкусно поесть, вот перегиб желчного, чтобы границы знали. Норму границы, что и как, какого качества. Знаю женщину, у которой в два раза больше шишковидной железа. Знаю женщину, у которой сосуды головного мозга шили. Знаю женщину, у которой три доли легкого. Буквально недавно мне рассказали, что у брата три почки, а у отца четыре почки. Знаю человека, у которого перегородка в желудке. Знаю ребенка, который говорил, ну это же так неудобно иметь две руки. Я спрашиваю, а сколько должно быть? Она говорит, столько, сколько нужно. Я говорю, а как это вот у нас же такая плотная, жесткая конструкция вот у человеческого тела. Так я ей говорю, что человеческое тело, это так неудобно. Я говорю, а как вот должно быть? Она говорит, а вот нужна рука, оно раз выделилось из тела, что-то сделало и опять задвинулось. И осталось там нужное количество тоже. Ну, то есть вот откуда этот ребенок это знает? Откуда он это придумал? Скорее всего память. Я говорю, а у тебя уже в жизни так было? Ну, конечно, было. И то есть многие вещи. Мне рассказывали ситуацию, когда ребенок проснулся и матери говорит, ты знаешь, а ты мне не мама. Она такая, оп, а кто? Ну, а женщина такая продвинутая в теме. Она, значит, говорит, а кто? Она говорит, а ты мне сестра. Она такая, ну, почему ты так решила? Я должна была родиться у твоей мамы, но она не захотела, чтобы я родилась. И я родилась у тебя. И действительно, эта женщина говорит о том, что у нее мама сделала очень много абортов. И вот те дети, которые вот прям специально для планеты Земля, для человечества нужны были, они пришли, и по договору вот она их родила, вот этих детей, которые должны были родиться у ее матери. Вот вам все, что касается землян и пришельцев, как мы договариваемся, как мы вместе живем, друг другу помогаем.